Если мы можем объективно определить наличие психического расстройства, можно ли доказать, что кто-то до него довел? Является ли преступлением доведения до самоубийства? Много раз отвечал на этот вопрос. Никакого психологического насилия не существует. То есть невозможно к человеку причинить психологическое насилие, не причиняя одновременно физическое насилие, то есть не удерживая его, например, в своей компании силой, не удерживая его в своей орбите силы. Если этого насилия нет, то и психологическое насилие невозможно. Возможно, элементы манипуляции, но манипуляция – это такая вещь, которую невозможно оценить объективно. В принципе, любое выступление, любой разговор является формой манипуляции в зависимости от того, какой информацией вы обладаете. То есть интенцию оценить будет невозможно объективно. Поэтому доведение до самоубийства может быть недопустимо в рамках контрактной юрисдикции, могут быть какие-то нормы созданы для того, чтобы изолировать людей, которые злоупотребляют своим владением языком, для того, чтобы манипулировать посторонними. Это можно отрегулировать на уровне юрисдикции, но само по себе это не является агрессивным насилием, само по себе это не является преступлением. Это может быть только нарушением каких-то договорных отношений в рамках формализации того, что мы считаем манипуляцией. У государства таких полномочий быть не должно, потому что государство будет использовать подобную власть для того, чтобы карать несогласных, для того, чтобы избавляться от политической оппозиции.